Страдающая расстройством памяти девушка провела много лет в психоневрологическом диспансере в Красноярске. Лишь вчера, 20 декабря 2019 года, ее узнал родной брат. Удивительная история произошла в Красноярске. Она началась в октябре 2003 года. Тогда продавцы магазина Калининский обратили внимание на девочку возрастом примерно 15 лет, которая стояла у витрины. Несовершеннолетняя сказала, что ее зовут Юлия. Но на вопросы, откуда она и где ее родные, девочка не смогла ответить, а на дальнейшие расспросы только начинала плакать. Продавцы вызвали милицию. Правоохранители отвезли девочку в отделение. Там никакой информации от нее не смогли добиться. Милиционеры лишь измерили рост девочки, 150 сантиметров, после чего определили ее в психоневрологический диспансер. Правоохранители разослали ориентировки с лицом и именем несовершеннолетней по всем регионам России, но результата это не дало. В начале этого года волонтеры предложили полицейским начать поиски родных девушки через интернет. После новых расспросов Юлия рассказала, что у нее есть три сестры, Наташа, Неля и Катя, а также два брата, Сергей и Коля. По словам девушки, ее маму зовут Галина Васильевна, а папу Николай Григорьевич. Наконец, усилия активистов увенчались успехом. Вчера поздно вечером на горячую линию волонтерского отряда позвонил мужчина, рассказала руководитель организации, поиск пропавших детей Оксана Василишина. Взволнованным голосом он сообщил, что в нашей ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю он узнал свою сестру. В феврале 2019 года наша волонтерская организация начала масштабное распространение ориентировки по всей России, по всем поисковым отрядам. И вот, наконец, результат. Новогоднее чудо. Волонтеры уже связались с сестрой-героиней истории. Та подтвердила, что это их пропавшая Юлия. Как выяснилось, имена родителей девушек, а также остальных братьев и сестер полностью совпадают. Оказалось, что Юлия родом из Томска. Родственники девушки уже забрали ее из псевдиспансера. Брат и сестра заверили, что в ближайшее время восстановят документы Юлии и заберут ее домой. Недавно несколько звездных женщин признались, что потеряли своих детей. Певица Валерия рассказала, что не смогла сохранить беременность от Иосифа Пригожина. Телеведущая Милена Дейнига потеряла двойню. А Никита Джигурда заявил, что у Марины Анисиной произошел выкидыш из-за Андрея Малахова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова